Добрый день, друзья! Сегодня у нас интересное видео. Я записал его по просьбе наших подписчиков, которые просили более подробно рассказать про очень интересный товар, которого еще нет на рынке и массовый выход, которого ожидается примерно через год. В конце 2018 года, в начале 2019 года этот товар будет заходить массово на рынок. Поэтому для тех, кто когда-то в жизни имел шанс, но упускал его, для тех, кто жалеет о каких-то упущенных возможностях, бизнес-возможностях, я записал это видео. Сейчас вы можете понаблюдать в течение года, как будет этот товар медленно заходить, разворачиваться, развиваться и как он будет перекраивать целые промышленные отрасли. Это действительно уникальный, интересный товар и сейчас я вам немножко про него расскажу. Название может быть не очень звучное и сейчас этот товар доступен только премиум сегменту, но скоро он будет доступен и для массовых продаж. Называется он цифровой задник. Это устройство, которое позволяет из обычного пленочного фотоаппарата сделать мощнейший цифровой фотоаппарат. Например, такой Phase One и Q3 100 мегапикселей я нашел в этом интернет-магазине. Они все по предзаказу, хотя пишут, что в наличии, но цен здесь нет. Цена на вот эту модель сейчас составляет около 54 тысяч долларов США, если вы покупаете в США. Если вы покупаете в России, тут наценка может быть процентов 30 или даже больше. Есть более бюджетные модели, можно посмотреть. Например, Phase One и Q3 стоят 2 миллиона 625 тысяч рублей. Это то, чем пользуются профессиональные фотографы, профессиональные дизайнеры. Почему вообще такая цена? Откуда она? Дело в том, что обычный аналоговый фотоаппарат, обычный старый, который, возможно, валяется у вас дома, он имеет очень высокое разрешение. То есть, там коэффициент разрешения даже с таким средненьким объективом составляет 200-300 линий на миллиметр. То есть, в пересчете на глубину изображения, качеству аналогового снимка может быть сопоставлено изображение примерно объемом 70-100 мегапикселей. Вот так вот. Самый обычный фотоаппарат Zenit, Киев, могут все еще соперничать с лучшими моделями цифровых фотоаппаратов. И вот этот задник, он призван устранить дефекты современных цифровых фотоаппаратов. То есть, это какой-то очередной виток. И профессиональная фотография возвращается снова к технической базе обычных пленочных фотоаппаратов. Только уже на основе современных технологий. Вот. Теперь мы видим, допустим, на сайте ShopoTam продаются цифровые задники более бюджетных моделей. 172 тысячи рублей, даже 28 тысяч рублей. По сути дела, это устройство не очень сложное, не очень дорогое технически. Оно может быть сделано и на базе, на которой делают современные экшн-камеры с такой же матрицей. Вопрос в другом, что вся прелесть профессионального оборудования вот этих устройств в том, что они дают очень высокое разрешение. Пока база современных массовых фотоаппаратов еще не дотягивает. То есть, возможно, появятся какие-то китайские аналоги типа вот этого. Но они еще не готовы для массового рынка. То есть, даже для среднего пользователя купить вот такой вот средненький девайс за 28 тысяч рублей. Это пока дороговато. Но рынок не стоит на месте. Технологии очень-очень быстро развиваются. Вот я сейчас нахожусь, допустим, на сайте Авито. Почему я нахожусь на Авито? Потому что Авито отражает то, что сейчас уже продается. То есть, они уже в ходу. Вот их продают. Это то, что можно купить в России. И для разных. Ну, для стационарных фотоаппаратов они покрупнее. Для портативных они поменьше и подороже. Но, в общем-то, есть выбор. То есть, можно покупать подобные девайсы. Уже сейчас они есть даже на вторичном рынке в пределах 100 тысяч рублей. Вот такой вот интересный, уникальный товар. После очередного витка технологий, когда плотность матриц для камеры фотоаппаратов будет еще больше увеличена, эти изделия станут очень доступны. Сейчас уже разрабатывается краудфандинговая модель, которая имеет форм-фактор пленки. То есть, это обычная катушка пленки внешне. И из нее торчит язычок с матрицей. То есть, для того, чтобы вам превратить цифровой фотоаппарат, вернее, пленочный фотоаппарат в цифровой, вам не нужно откручивать или отламывать заднюю крышку, вносить какие-то изменения. Вы вставляете вот эту катушку, катушка работает через Wi-Fi, передает информацию и имеет внутреннюю встроенную память, где записываются снимки. То есть, это маленький цифровой фотоаппарат внутри обычного. Вот такая вот замечательная, удивительная технология. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал с готовыми схемами заработка и следите за этим новым трендом. Почему за ним имеет смысл следить, всем анимейкерам, тем, кто занимается партнерскими продажами. Дело в том, что когда на наш рынок зашли экшн-камеры, а было это более двух лет назад, это была настоящая революция. Экшн-камеры в то время, они относились, скажем так, к премиум-сегменту. То есть, они не были доступны для рядовых пользователей. Ими снимали профессиональные операторы, фотографы. И с выходом GoPro камер был скачок продаж. То есть, эти камеры пошли в массы. Они стали продаваться в салонах сотовой связи. Они стали продаваться во всех цифровых магазинах у ритейлеров. То есть, эти камеры стали продаваться так же массово, как обычные мыльницы. Поэтому, этот тренд нельзя пропустить. На нашем канале вы можете найти старое видео, где у нас показано, как шли в пик продаж заработки на реализации GoPro камер. И в день были десятки продаж. Сейчас мы ждем, когда рынок примет вот такие вот замечательные инструменты. В общем-то, этот инструмент, он не только изменит рынок, он реанимирует сотни ретро-фотоаппаратов, которые сохранились в отличном качестве. У кого-то пылятся на полке. Поэтому, если у вас есть старый Зенит, старый Индустар или другой фотоаппарат, не выбрасывайте его. Возможно, через 2-3 года он будет стоить бешеных денег. Поэтому, ждем, смотрим, наблюдаем за этим интересным товаром. Ну что ж, я ответил на вопросы, которые писали и задавали наши подписчики. Я думаю, что это видео было вам интересно. Остальную информацию можете уже найти самостоятельно. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok